Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одной из серьезнейших проблем, с которой сталкивается буквально каждый владелец плодовых деревьев, как косточковых, так и семечковых. И эта проблема называется плодовая гниль или манилиоз. Признаки плодовой гнили уже видны на растениях в зависимости от типа плодовой гнили. А существует два основных типа плодовой гнили. Это те, которые вызывают вусыхание цветков и побегов, и второй тип плодовой гнили, который вызывает гниль непосредственно повреждения плодов в виде таких коричневых гнилых пятен, очень некрасивых, на которых впоследствии образуются такие ожерелья, ожерелья роста гриба. Первый тип манилиоза чаще всего называется манилиальный ожог, а вот второй уже действительно плодовая гниль, манилиальный огниль. И тот, и другой тип манилиоза вызывается одним и тем же грибом манили, но относящихся немножко к разным видам. Но с точки зрения практического плодоводства это не играет никакой решающей роли, потому что и тот, и другой манилиоз начинают внедряться в растения и начинают вредить растению уже в период цветения сада. Основным местом проникновения гриба в растения являются пестики цветков, когда цветки находятся в полном распуске. Усугубляют проблему насекомые опылители, даже пчелы, потому что они способны носить инфекцию от цветка к цветку. Получается замкнутый круг. Прекратить опыление мы не можем, иначе у нас не будет урожая. А пчелы носят эту инфекцию, и что же нам делать? Ничего не остается делать, как использовать различные обработки сада для устранения этой проблемы. Правило номер один борьбы с манилиозом – это, конечно же, необходимость начинать борьбу в ранние сроки. Наиболее эффективными обработками являются обработки до фазы бутонизации или непосредственно фазу бутонизации, но когда бутоны еще только-только окрасились, не позже того, как они окрасились. Если речь идет об окрашенных бутонах, например, яблонь, ну и когда они еще такие достаточно сжатые, эти бутоны, у косточковых растений, таких как вишня, слива, но у них бутоны не окрашены, в принципе, лепестки белые. Итак, вот в этот период лучше всего использовать медь содержащие препараты. Это может быть и азофоз, это может быть и просто медный купороз, полуторапроцентный раствор, но не более, потому что более концентрированные растворы крепко, здорово поджигают даже и бутоны. Это может быть абикопик, азофоз, если уже сказал, хом, оксихом, ну вот подобного рода препараты. Ими надо сплошь опрыскивать деревья, для того, чтобы раствор попал и на веточки, и на распускающиеся листочки, и везде, 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 для того, чтобы прекратить распространение инфекции, ну, нахождение инфекции на поверхности деревьев. Вторая задача, вторая обработка, это обработка непосредственно по цветущим растениям. Ну, конечно, здесь необходимо соблюсти, а, требования о том, что нельзя обрабатывать препаратами, которые могут нанести ожоги и вызвать фитотоксический эффект, и второе, нельзя обрабатывать препаратами, которые могут быть вредоносны для насекомых опылителей, в первую очередь для пчел. Ну, никому не хочется налопаться с фундазолом там или с какими-то еще препаратами меда, ну, и вообще это для пчел, в принципе, плохо. Поэтому на помощь приходят, конечно же, биологические препараты. Среди биологических препаратов предпочтение необходимо отдать против манилии, конечно же, препаратам на основе сенной палочки. Ну, я являюсь, безусловно, большим поклонником препарата бактоген. Мы его испытывали в своей лаборатории против одного из видов манилии, манилия фрутикола, которая как раз вызывает вот эту плодовую гниль, с коричневой гнилью вот этими ожерельями роста гриба на плодах. И она показала, вот этот препарат показал штамм этой сенной палочки, высочайшую эффективность против этого гриба. Поэтому можно обрабатывать вот этим препаратом, разводить его в соответствии с инструкцией. Ну, как правило, это 1 к 100, домашние выращенные препараты тоже разводить 1 к 100. И сплошным образом обрабатывать сады во время цветения, чтобы попадало на пестики, на тычинки, в цветки, на бутоны. Вот полностью на все растения. То же самое можно проделать также и с растениями садовой земляники. Хотя плодовой гнилью такой вот манилиозной они не болеют, земляники, но все-таки у них хватает различных болезней, для которых такая обработка будет очень хорошей профилактикой и обеспечением достаточно большого урожая. Существуют, конечно, и другие способы борьбы с манилиозом. Один из таких способов – это обработка, активная обработка препаратами серы после цветения. В качестве препаратов серы можно брать коллоидную серу, там, Тиавиджет, но лучше всего использовать препарат в виде такой жидкой серы, ну, так условно можно говорить, на основе полисульфидов. Это тот же самый препарат ПФК Лерос и схожие препараты. Ну, ПФК Лерос, наверное, препарат номер один. И это изобретение белорусских ученых позволяет в большой степени побороться не только с манилиозом, но еще и с мучнистой росой и многими другими заболеваниями. Если вы будете использовать его на ягодных растениях одновременно, то надо помнить, что крыжовник очень чувствителен к препаратам серы, и не все сорта крыжовника хорошо реагируют на обработку этим препаратом. Иногда вызываются ожоги, и крыжовник сбрасывает листья. Поэтому будьте аккуратны при обработке крыжовника и используйте минимальные дозы вот этих полисульфидов, вот этого самого ПФК Лероса. Вообще, сера в промышленности, в промышленных садах используется гораздо чаще. Вот мне приходилось бывать в Польше, в районе Варшавы, где сосредоточено огромное количество яблоневых садов польских. Это прям такой большой польский яблоневый сад, плодовый сад. Вот Польша, Варшава и окрестности. И там весной едешь, когда сады цветут, там от серы невозможно продохнуть. Просто вот запах этой серы, 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 везде это серо. Ну что делать? Конечно, коллоидная сера не лучший препарат. Она довольно токсична для тех же пчел. Но вот ПФК Лерос прекращает уже такое активное воздействие на насекомых опылителей примерно через 2 часа после его нанесения, но его защитный эффект остается надолго. В любом случае, когда вы пользуетесь такими препаратами, используйте их по инструкции. Что ж, ну а в домашнем хозяйстве, при усадебном плодоводстве, конечно, в первую очередь надо отдать предпочтение биологическим препаратам, включив их в такую интегрированную систему защиты, когда до цветения обработками и содержащими, во время цветения сенной палочкой и после цветения, ну, можно обработать еще и препаратами серы. Беды не будет. Что ж, я очень надеюсь, что вы поборете эту болезнь раз и навсегда, вовремя и правильно применив препараты и меры борьбы с этим очень неприятным заболеванием. Будьте здоровы, пусть ваш сад будет здоровым, и до новых встреч!